Здравствуйте! Направо, расставо, вакуум, зал, шар, марш! Так начинается занятие по физической культуре в дошкольном отделении Непоседы. Инструктор Светлана Ченосова приветствует ребят, и они начинают делать разминку, после чего переходят к подвижным активностям. Мы бежим с вами сменю и режу полосу. Начинаем с правой стороны. Все проблемы нашли. Справа стороны первого обруча вбегаем. Бежим с мелькой между обручами. Возвращаемся к передвое, передаем представителям. И наоборот, что строится в Москве. Ежедневно Светлана Анатольевна проводит шесть занятий для ребят разных возрастных групп. Для каждой у воспитателя свой подход. Мне нравится заниматься спортом, но больше всего мне нравятся занятия на растяжку мышц. А мне нравятся прыжки на скакалке. Я даже в городском конкурсе по прыжкам через резинки заняла первое место. Светлана Ченосова стала инструктором не сразу. Женщина с детства мечтала быть врачом. Работала врачом лечебной физкультуры в детской поликлинике. И так, собственно говоря, начался мой путь в физкультуру. И также, соответственно, поскольку в детской поликлинике, то и с детьми стала работать. Потом случилось так, что переехали мы из Москвы в Матище. Мой ребенок пошел в детский сад, и я следом за ним. Но уже не врачом, а уже инструктором по физической культуре. И сразу полюбила профессию. Так уже более 14 лет она неизменно работает в этом детском саду. О ней ласково отзываются ребята. Наша Светлана Анатольевна добрая, веселая, спортивная, ласковая, нежная. Ее высокий профессионализм оценивает и педагогический состав дошкольного учреждения. Коллеги характеризуют ее как грамотного, отзывчивого и ответственного специалиста. В работе с детьми ей нет равных. То есть всегда уверенный, спокойный тон. Несмотря на то, что это преподаватель физкультуры, это человек, который всегда говорит ровно, четко и понятно. Во многом благодаря этим качествам Светлана Ченосова в этом году одержала победу на конкурсе «Педагог года 2024» в номинации «Воспитатель года». Признается, что не ожидала такого результата. Сложный опыт, конечно, да. Подготовка требует много сил и времени, но на самом деле интересно. Рекомендую другим педагогам не бояться пробовать свои силы. Это очень захватывает, затягивает и дает много нового. Ну а пока свой опыт и знания она передает подрастающему поколению, вкладывая в каждого воспитанника частичку своей души.